Уроки по изучению Библии Особенно темно, светя себе фонариками, мы спускались вниз по узкой тропинке. Наконец наше путешествие по лесу закончилось, и мы вышли на поляну, где наши вожатые уже соорудили костер. Мы все уселись вокруг него. Искры от костра улетали в небо и исчезали в дыму. Я посмотрел вверх и увидел больше звезд, чем мне когда-либо приходилось видеть. Поблизости слышалось слабое журчание ручейка. Удивительно свежий запах сосновой хвои наполнял воздух, и я еще помню ту песню, которую мы пели в тот вечер. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца, тогда поет мой Дух Господь Тебе. Как Ты велик! Как Ты велик!» Я все еще помню, как мне подумалось в тот момент, я дома. Я сидел за многие километры от Мидленда, от своего родного Техаса, на родном горном склоне, на севере Нью-Мексико, далеко от всех знакомых пейзажей и звуков моего детства, и все же я чувствовал это своим сердцем, той частью меня, которая действительно является мной, что каким-то образом, исполняя эту песню, я находился дома. Моя дочь Сара похожа на всех девочек-подростков. Утро она начинает с обычного ритуала, без которого она не может представить себя миру. Однажды утром, когда я завтракал, Сара делала прическу. Громко шумел фен, но другой звук заставил меня остановиться и прислушаться. Это был ее чистый голосок, сердце, открытое Богу. Моя дочь пела «Иисус, ты агнец Божий, достоин ты». Я слушал пение о моей дочери и думал, вот это и есть быть дома. Это чувство возникло у меня не потому, что я сидел на своей кухне, и не потому даже, что вся моя семья была со мной. Это было связано с песней, с музыкой, исходящей от сердца, открытого Богу. Однажды, очень давно, поздно ночью, двое сидели в одной камере. Чуть раньше, днем, враги оболгали их и избили. Они были голодны и хотели пить. Хотя была полночь, у них так все болело, что они не могли заснуть. Мы читаем об этих людях в «Деяниях апостолов». Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. «Деяния апостолов», 16 глава, стих 25. В более, в том ужасном окружении они пели, они восхваляли Бога, в то время как другие узники слушали и удивлялись, как можно было найти столько радости за решеткой темницы. Я читаю о Павле и Силе и думаю, они были дома, той ночью, дома, потому что они воспевали Богу. Смысл этого ощущения наслаждения домашним покоем во время пения гимнов Богу раскрывается при чтении Божьего Слова. Мы читаем в 18 стихе 5 главы послания к Ефесянам. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Когда христиане открыты для Бога и послушно Ему, их наполняет Святой Дух. Его присутствие заряжает нас энергией и преобразует нас. Вот что такое пребывание в нас Святого Духа». Что является ощутимым, осязаемым результатом такого пребывания? Одно из очевидных следствий — это пение для Господа от всего сердца. Павел пишет с 18 по 20 стихи «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа». «Быть исполненными Духа означает сердцем слагать мелодию, ощущая себя дома, в пении гимнов Богу». Этот отрывок 19 и 20 стихи говорит о пении. Посмотрите, что эти стихи говорят в целом о богослужении в песне. «Поклонение Богу в песне имеет духовную природу. Оно происходит в результате пребывания в нас Божьего Духа. Это следствие прикосновения Божьего Духа к нашему Духу. Пение не зависит от знания технических аспектов музыкальной теории. Духовное пение не нуждается в знании нотной грамоты или даже в умении держать мелодию. Богослужение песней происходит как следствие работы в нас Божьего Духа. Поклонение Богу в песне насыщено эмоциями. Библия велит нам петь и воспевать Господу в наших сердцах. Когда пение не задевает наших чувств, значит, что-то не так. Служение в песне больше, чем интеллектуальный опыт. Оно задействует наши сильнейшие чувства. Поклонение Богу в песне исполнено радости. Мы не можем читать слова Павла из пятой главы послания к Ефесинам и не ощущать той радости, возвышенности и праздника, которыми сопровождается пение. В 144-м псалме говорится «Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою». Нам есть, что праздновать во Христе. Он сам учил нас этому в притче о блудном сыне. Отец в ней объясняет старшему сыну, почему было устроено такое празднество после того, как блудный сын вернулся домой. Он же сказал ему «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 15-й главе, 31-м и 32-м стихах. Наши празднования должны быть почтительны и смиренны в присутствии вызывающего благоговение Бога. Почтение, однако, нельзя приравнивать к отказу от восторга, потому что наш Бог жив, нас Господь живет в Своей Церкви, Святой Дух наполняет нашу жизнь. Так будем же радоваться и веселиться. Поклонение в песне – это радость. Поклонение Богу в песне отличается особой выразительностью. Так воздается честь Богу. Поя и воспевая Богу, мы по-особенному величаем Его. Наш Дух взывает к Его Духу. Поклонение Богу в песне сильно своей соборностью. У нас есть привилегия разделить Его с другими христианами, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. Пение дает нам возможность соединить наши сердца и голоса с другими. Происходит нечто особенное, когда мы поем вместе, чего не достигнуть, когда мы поем в одиночку. Я пою по утрам, в часы общения с Господом, наедине с собой. Я могу петь «Люблю тебя, Господь», и это выражает некоторую часть меня самого перед Богом. Но когда я присоединяюсь в пении к собратьям, христианам, песня обретает новое измерение, становится подтверждением того, что я являюсь частью чего-то большего, чем я сам и мой собственный мир. Я принадлежу к братству христиан, которые разделяют мою веру. И, наконец, поклонение Богу песней излучает благодарение. Сварливый человек, воспринимающий все негативно, чаще всего не любит петь. Когда Дух Божий снисходит на нас, чтобы изменить наши сердца, результатом становятся песни радости и благодарности. Слова Павла учат нас поклоняться в песне. Поразмышляйте над ними и о своем собственном богослужении в песне. Можно ли ваше поклонение в песне назвать духовным, эмоциональным, радостным, выразительным и благодарным? Оно должно быть именно таким. Обратите также наше внимание на некоторые результаты при исполненности Духом во время песенного служения. Во-первых, оно приводит к служению другим. В 19 стихе, в первой его части, сказано «назидая самих себя псалмами и словословиями». В некоторых других переводах этого места сказано «назидая друг друга псалмами и словословиями». Христиане не острова в океане. Я нужен вам, а вы нужны мне. Время, проводимое в песнопениях, напоминает нам об этом. Слияние наших голосов — это один из способов, которым я служу вам, а вы служите мне. Я присоединяюсь к вам в пении той песни, которая выражает вашу веру, а вы присоединяйтесь ко мне в той вести, которую мое сердце стремится послать к Богу. Такая услужливость по отношению друг к другу сродни самоотверженному, бескорыстному служению самого Иисуса. Во-вторых, это приводит к поклонению Господу Иисусу. 19 стих во второй части гласит «поя и воспевая в сердцах наших Господу». Нам нужно равновесие в нашем песенном служении. Во многих песнях есть слова и мысли, адресованные окружающим. Есть те песни, которые мы поем друг другу. Бог этого хочет от нас. Но нам также нужны такие гимны, как «Ты, помощь мне, Господь, во всякий час» и «Склонивший главу», с помощью которых мы воспеваем в сердцах наших именно Господу. В-третьих, это приводит к благодарности Богу за все. В 20 стихе говорится «благодаря всегда за все Бога и Отца». Макс Андерс писал о благодарении. «Если бы мы понимали, как опасно наши жизни балансируют в нашем ежедневном существовании, если бы мы понимали, какая страшная духовная война идет вокруг нас, если бы мы понимали, какое это счастье – иметь пищу на столе и крышу над головой, и если бы мы могли осознать, насколько мы зависим от каждодневных благословений Бога и доброты других в обеспечении наших основных потребностей в жизни, мы были бы благодарными людьми, мы были бы благодарны за то, что у нас есть, а не хныкали бы из-за того, чего у нас нет». Как бы вы описали настрой вашей жизни? Вы ворчите или воспеваете в сердце? К чему вы более склонны? К недовольству по поводу чего-либо в проведении богослужения или к братскому участию в пении? Холодно ли вашему сердцу или же, наоборот, тепло от песни Господу? Продолжайте общаться друг с другом в псалмах, гимнах и духовных песнях, посылаемых Духом. Пойте и воспевайте Господа в сердцах ваших и всегда благодарите за все Бога, Отца вашего, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочли эти стихи в современном переводе. Давайте петь гимны, которые идут от нашего сердца, преисполненного Духом. Давайте петь песни, которые помогают нам делиться своей верой с другими. Давайте петь музыку, которая приближает нас к сердцу Божьему и дает нам ощущение того, что мы дома. Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok